Доброе время, Ирина. Хочу спросить у Ваш совета. Совсем недавно столкнулась с тем, что я не знаю, как поддержать мужчину в трудной для него ситуации. У меня есть друг, очень близкий и очень важный для меня человек. Раньше мы с ним пробовали встречаться, но не получилось. Некоторое время были любовниками, сейчас друзья. У него есть проблемы со здоровьем. В течение года его мучают панические атаки. Сейчас лечится медикаментозно, употребляет психотропные препараты, прописанные врачом. И беседует со специалистом. Из-за заболевания он в течение года нигде не работал и сейчас никак не может найти работу. Почти не встречается с друзьями. Бары, кино, выставки, театр. Часто угрюмый, несколько агрессивный. Часами залипает в интернете, в играх. Меня беспокоит его состояние, потому что я его люблю. Он мне важен. Это близкий для меня человек. Чувство жалости я пресекаю, потому что нельзя относиться к мужчине так. Это его унижает. В последнее время мы не видимся. Он закрывается в себе. Общение и смс-ками. Диалоги примерно следующие. Я отправил резюме в компанию N. Слушай, классная компания, а на какую вакансию? Менеджер проектов. Круто, желаю успеха, чтобы быстрее перезвонили и пригласили на собеседование. Не вижу ничего крутого. Он сообщает мне какую-то информацию, а когда я на нее реагирую, выдает мне ответ с нотками агрессии или же дрожения. Для меня поддержка всегда выражалась в том, чтобы говорить слова поддержки. Ты молодец, у тебя все получится. Я в тебя верю. Хочешь, я тебе помогу. Тактильный контакт, объятия, поглаживание. Бодрящее похлопывание по плечам. Какие-то сюрпризы для поднятия настроения. Выслушивание. Просто принятие информации. Не давать каких-либо советов. В скобках это пояснилось. Абсолютно любование самой собой. Сейчас все эти методы не работают. Конечно. Я понимаю, что иногда мужчину нужно отпускать в свою пещеру, где он сам в себе разберется и найдет выход. Но мне кажется, что он уже долго находится сам в себе. Как поступить в данной ситуации? Как правильно поддержать мужчину в трудном для него положении? Буду очень благодарна за ваш взгляд на ситуацию. Спасибо. Пожалуйста. Девушка абсолютно упивается ролью спасательницы. Уж простите, как есть. И когда вот эти все такие инструментарии... Как дела? У тебя все хорошо? Слава Богу. Держись. Ты знаешь, ты у меня такой замечательный. Вот так мы сейчас возьмемся и войдем там, и пойдем. Не работает, потому что вы бодрите только саму себя. Вы где-то, наверное, начитались, где-то там, или кто-то показал. Но, судя по тому, что с вашим человеком происходит, у него, наверное, какой-то кризис идет. Любые атаки, они достаточно серьезные. Внутренние нарушения. Это сценарные варианты. И с ними можно работать по-разному. Ваша задача понять о причине, почему все-таки это происходит. И не без конца подталкивать тупо куда-то, а разобраться, что бы он хотел. Вы его послушайте, насколько он готов с вами взаимодействовать и в каком ключе, как это выглядит. А смс-ится, ты куда написал, а я, а, не круто, да не то. Вы пытайтесь его научить разговаривать на своем языке, а вы послушайте его. Ну, ничего просто так в этой жизни не бывает. И бодриться-то, конечно, можно, но я думаю, что он видит, что вы в это особо не верите. Такой коллапс получается. Чувствует. Да. Просто получается коллапс. Вы улыбаетесь, а внутри-то пустота. Или неверие, или недоверие, или раздражение. Читается всегда раздражение, внутреннее состояние. Ну, никак не голливудская улыбка. И тогда такое искаженное понимание и очень неприятное состояние, что тебя отталкивает. Вот проследите за своими чувствами, и тогда вы начнете понимать, что ему действительно нужно. И послушайте его. Игры — это уход от реальности, как любой наркотик. Так если вы знаете, если он вам друг, в какой реальности он находиться не хочет. И что вы можете для этого сделать? Не спрашивая у него, как ты там, что ты там, как мой золотой-то. Нет. А вы попробуйте разобраться хотя бы со стороны, что не так. И порассуждать, а не лозунговой системой взаимодействовать. Это кнут. Давай, скорее, бегом, быстрее, надо, у тебя все получится. Что получится? Как получится? А надо ли ему это вообще? Вот вы постарайтесь ответить на эти вопросы. И тогда, может быть, картинка ваша станет пояснее для вас самой. А ему дайте возможность, ну, наверное, побыть и в этом состоянии, если он так настойчиво из него не хочет выходить. И потом такая помощь немножко навязчивая. Она, наверное, обстанется. Это не помощь. Это не помощь. Кажется, что человек пошивит. Нет, это не помощь. Это самоутверждение. Это такое бодрящее, знаете, как в пионерских лагерях было. Вот они выходят, мы там всегда готов, пионер, туда-сюда, и вот такие они все радостные, в галстуках, и я там, то-сё. Ну, на самом деле, это отработка инструментария. Просто. Меня так научили. Научили писать, я пишу. Научили читать, я читаю. А что я читаю? Какую я суть оттуда вынаю? Это уже другая история. Это у каждого своя история. Или если ещё, например, если не так, не на самом деле главная задача не столько поддержать, сколько этому человеку понравится. Она же пишет, я так поняла из письма, что у неё были надежды на отношения с этим человеком, а он согласился только на дружбу. Ну, ещё один вариант. Ну, не знаю, как факт может быть, но вот такого плана письма, они всегда однобокие. При определённой выгоде человек всегда подаёт информацию так, чтобы выглядеть достойно. Я ни в коей мере сейчас не пытаюсь там кого-то унизить, кого-то повысить, да, но это свойственно человеку. Преподносить информацию так, что я всегда в достаточно неплохом свете. А если выйти из ситуации, отстранённо посмотреть, тогда картинка немножко будет другая. Почему и рекомендация такая, да, вы немножко остановитесь с бодрящими направляющими, а посмотреть действительно, что присутствует. Ну, что он не хочет сейчас работать по какой-то причине. Вообще человек всегда делает то, что внутренне, что его внутри толкает. Единственное, близким, окружающим, наверное, нужно разобраться по причине, чего это всё происходит. Не получается у близких, окружающих, значит, ну, свойства каждого человека уплённо тискает. Так, подожди, как-то я утомилась или утомился жить вот в том, чем я живу. Мне у всех хватает смелости и упёртости, но, поверьте, результативность очень высока, когда человек занимается собственной жизнью. А всё остальное, эта помощь сегодня есть, сегодня я позвонила, завтра я не позвонила. Но привыкание к тому, что мне звонят, обо мне якобы заботятся, вот почему, говорят, благими намерениями. Человек привыкает о том, что он не совсем развит, да, за него-то можно посуду помыть, ему-то можно денег дать, за него можно резюме отправить, там, или придут меня подбодрят, или скажут, всё хорошо. Человек привыкает и вообще перестаёт что-то делать. Так вот, вот эти благие намерения, они всегда ухудшают ситуацию человека, которому пытается навязать, как лучше я знаю. А никто не хотел бы послушать, а как ему-то, а хорошо-то вообще, чего бы он хотел. Вот это парадокс. Ну, я не уверена, что там так, но тем не менее. Ну, судя по всему, ему не очень нужна такая поддержка, раз он так реагирует. Ну, очень сложно говорить, да, это такие общие рекомендации, любую ситуацию нужно точечно рассматривать и по сути, и обе стороны, тогда будет понимание.